20-летний пострадавший находится в машине скорой помощи. Его осматривают врачи. Через 5 минут юноша выходит из реанимобиля. Он практически невредим. Ушиблена рука, кисть уже забинтовали. Перешел одну полосу, по второй полосе иду. То есть, ну как бы, все по правилам дорожного движения. Перехожу и как бы вот по первому ряду от этой полосы меня сбивает машина. Как вы думаете, почему автомобилист не заметил вас? Честно говоря, не знаю. Молодой человек объяснил, что чувствует себя отлично и поспешил домой. Владелец Тойоты Короллы остался ждать полицейских. Своей вины он не отрицал. Седан ехал со стороны центра города. Человека на пешеходном переходе мужчина попросту не заметил. Как было? Приехал, как еду. Я не видел вообще, как они выскочили с дороги. А почему не увидели? Как я не увидел? Я не видел вообще. Видите, я проехал уже дальше пешеходный переход. Виновником этой аварии полицейские вполне ожидаемо признали 34-летнего автомобилиста. За рулем мужчина всего год. Автолюбители сбивают пешеходов на этом переходе регулярно. Раз в два месяца. В большинстве случаев они винят в этом недостаточное уличное освещение. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Степан Симонов.